Приветствую вас, дорогие друзья! Я надеюсь, меня слышно, видно замечательно, потому что я, к сожалению, почему-то по какой-то причине не вижу комментариев, возможно, это нововведение в ВК, лайв, то есть онлайн-трансляции ВКонтакте. И я искренне рад, что интернет у нас в этот раз достаточно хороший, качественный, азиатский. И хотел бы подвести итоги, итоги первого дня, то есть вчера не включался на вебинар, потому что, честно скажу, очень сильно и устали, и очень много информации, переговоров было. Сегодня мы, собственно, с коллегами в ЗАО «Струнные технологии». Представьтесь, пожалуйста. А, добрый день! Меня зовут Андрей Крупец, я инженер-конструктор в конструкторском бюро «Шасси». Так, это наши индийские коллеги уже по адресным проектам. И вот тоже, собственно, один из инженеров ЗАО «Струнные технологии». Чем занимаетесь? Занимаюсь компьютерным зрением. Разрабатываю видеопрограммы для видеообнаружения и анализа видео. А в данный момент занимаюсь техническими заданиями настройки моделек, видео из охранного модуля и конфигурация помощи. То есть, насколько я понимаю, вашего коллегу, напомните, пожалуйста, его имя, его уже не отпускают. Андрей. Андрей и... У него семей лес. Обстоятельства, поэтому... На самом деле, не семейные обстоятельства, ну, тоже можно назвать семейными обстоятельствами, это вся наша семья и дело общее Skyway. Так вот, не будем юлить. Перейдем непосредственно вот на самом лучшем фоне, я считаю, именно перемещающиеся модели 1 к 10. Чуть-чуть попозже я обязательно, опять же, включусь и покажу, когда настроят модель высокоскоростного транспорта. Вы наверняка этот транспорт еще не видели многие. И вчера прошла очень серьезная панельная дискуссия. Именно выставки «Умные города», то есть Smart Cities, на этой выставке мы участвуем с 10 по 12 мая в городе Дели, или Дели, как любят говорить индийцы, и как на французский манер, как и люблю говорить я. Это очень достаточно крупная выставка, мы обязательно еще пройдемся по другим стендам, если будет на то время, но времени, честно говоря, нет. И панельная дискуссия встроилась на том, что сегодня актуально как в Индии, так и вообще в области развития УМН. Непосредственно, что наблюдается огромный рост пробок автомобилей, грузовиков, что единственное, чем сейчас занимаются наши коллеги по инновациям, это тем, что автоматизируют всю эту систему. Но никто не может решить проблему пробок, никто не может решить проблему экологического загрязнения. Я могу сказать, что чуть-чуть поменьше смога, и так вот чувствуется именно легкими загрязнения воздуха, чем в Джакарте, но также имеются проблемы, и, естественно, индийское население будет счастливо, когда мы эти проблемы решим. На панельной дискуссии была представлена именно речь эксклюзивная Анатолия Эдуардовича и достаточно мощное сопровождение слайдами. Это был такой опыт, когда Анатолий Эдуардович говорил одновременно на русском, и Виктор синхронно переводил на английском, то есть уже по заранее подготовленному тексту. Ну, я могу сказать, вышло очень эффектно. Народ потом, а народ это крупные предприниматели, это крупные топ-менеджеры многих компаний, были просто поражены, поражены тем, насколько мощное видение, дорогие друзья, насколько мощное видение представил доктор Анатолий Юницкий. То есть такого уровня именно проект никто не представил. Мы представляли именно проект линейных городов. И более того, я могу вам сказать, что здесь это не воспринимается как какая-то футурология, здесь это воспринимается именно как концепция выставки. Именно поэтому на этой выставке мы и находимся. Огромное количество интервью было, то есть эта выставка крайне отличается от индонезийской, от немецкой выставки, инотранс. И я могу сказать, дорогие друзья, что все выставки, они разные. Здесь нас порадовали действительно масс-медиа. Я могу сказать, никакой это не секрет, дорогие друзья, что позавчера был подписан договор с Дхарм-Салой. Это Химачал-Прадеш штат. И, соответственно, сегодня Анатолий Эдуардович и Виктор Бабурин отправились в Дхарм-Салу. И там очень интересный проект, чуть больше 10 километров планируется, уже есть у нас и партнеры, и потенциальные инвесторы. И я могу сказать, что, возможно, произойдет встреча действительно с легендой религиозного мира, именно индийского направления и тибетского направления. Больше ничего не скажу далее на вебинарах по средам. Вы это увидите и вы это услышите. То есть я буду краток, дорогие друзья. Постоянно-постоянно кто-то у нас находится на стенде, и так, что-то у нас прервалось. Постоянно у нас находится на стенде. Сейчас я могу сказать... Поэтому я воспользуюсь минутками. Но могу сказать, что вчера наши партнеры сказали, что примерно 4-5 раз нас показали по телевидению. И, собственно, мы уже прогремели на всю Индию, что Skyway, технология Skyway, ЗАО, струнные технологии, Skyway Transport Technologies. Мы начали, дорогие друзья, мы все с вами, начали шествие адресных проектов по Индии. То есть это штат Химачал Прадеш в Харм-Сала. И, как вы были в курсе, наверное, ранее, это штат Джархант. Там на 926 миллионов долларов заключен трехстороннее инициационное соглашение. То есть это также достаточно мощный синергетический эффект. И когда министр градостроительства Харм-Салы говорит о том, что, да, действительно, даже не столь важно, что проект больше 10 километров в Харм-Сале, но министр градостроительства понимает то, что, решив эту проблему, он действительно решит комплексно, начнет решать комплексно проблему всей Индии. И Анатолий Эдуардович представлял на переговорах с нашими партнерами и концепцией линейных городов. Я не могу и не имею права называть эти маршруты, но я могу сказать, что это огромнейший опыт присутствия на переговорах, на презентациях лично Анатолия Эдуардовича. И парадигма мировоззрения людей, как только они понимают, что такое линейный город, что такое технология Skyway, что это не просто дорога, что это не просто путь второго уровня, что это не просто транспорт инновационный, прорывной, но что это девелоперский проект и что это комплекс, именно комплексное, законченное решение. Соответственно, после этого уже происходит и приходит совершенно другое понимание и по взаимодействию с компаниями, и по привлечению инвестиций именно в адресных проект. И я могу сказать, что вчера также присутствовало достаточно много сетевых лидеров и с моей структурой, и со структуры Skyway Invest Group, и со структуры моих коллег со Skyway Capital. И, соответственно, я могу сказать, что интерес огромнейший, но им и повезло, и не повезло, то, что начались адресные проекты, в чем не повезло именно нашим сетевым лидерам, которые готовы привлекать сейчас сотни тысяч долларов в проекты Котехнопарка и развивать Skyway по Индии. Но, к сожалению, дорогие друзья, скорее всего, и мы это будем решать в ближайшее время по юридическому направлению, будет поставлена заглушка на реферальные ссылки и на выбор страны Индия в личном кабинете. Почему? Потому что начались уже реальные адресные проекты, дорогие друзья. Поэтому мы не можем рисковать репутацией. И на момент подписания еще до первых авансовых платежей мы должны максимально сосредоточиться не на привлечении инвестиций с помощью краудинвестинга в Индии, но на именно стратегии квалифицированных инвесторов и на финансирование адресных проектов. Поэтому, если у вас есть партнеры в Индии, то, пожалуйста, остановитесь, подождите. И обязательно будет дана информация далее. Но я могу сказать, что мы прорабатываем, уже начали прорабатывать юридическую схему по Индии. Как только она будет готова, эти ограничения по привлечению инвестиций в Индии, они будут сняты. Но, дорогие друзья, кто предупрежден, тот вооружен. И береженого Бог бережет, так скажем. У нас, да, богоугодная технология и проект. Я не побоюсь этого слова. И это отмечает наша сподвижница. Это женщина с мощнейшей энергетикой, дорогие друзья. Это действительно визионер. Я увидел в Доротее такое вот как бы обличие в женском образе Жака Преско. Что-то мне напомнило. Вы помните, что я люблю достаточно символику и аналогии. И Анатолий Эдуардович, кстати, просто железобетонно приводил аргументы по аналогиям. Чуть-чуть попозже я вам расскажу парочку аналогий. Но я могу сказать, что Доротея это тот партнер, который является именно тем необходимым пазлом, который сложился в Индии, чтобы пошли на таком уровне, как сейчас идут адресные проекты. Я немножко напомню, как же появилась Доротея. Знакомство произошло на выставке Inotrans в 2016 году. И Доротея без каких-либо требований по оплате своих услуг просто начала действовать. Просто начала помогать проекту Skyway, потому что он ей понравился, он ей близок. И она понимает, что эта технология действительно может изменить жизнь к лучшему миллионов. И я не побоюсь этого слова, миллиардов людей, дорогие друзья. И, соответственно, уже далее произошла встреча в Цюрике, Доротея сама с Швейцарией. И, соответственно, уже потом выстраивание отношений с нашими текущими партнерами по Индии, с которыми сейчас в Хармсалу в 3 часа дня будет вылетать Анатолий Эдуардович. И только вечером завтра вернутся. Поэтому, дорогие друзья, несмотря на то, что хочется... One moment I will finish because it is broadcast, it is webinar. Дорогие друзья, уже меня просят подойти на переговоры, но я хотел бы подытожить, потому что не будет времени. Простите меня, пожалуйста, что вчера я не включился на вебинар. Я хотел бы еще вкратце, коротко, главным осветить те новости, которые вчера были. Мы будем опубликованы, естественно, бесплатно, естественно, по логике, которая привычная Skyway во многих журналах. То, что касается умных городов, то, что касается именно направления электроники, программирования и много-много другого. Секции будут выделены специально под нас. Интерес огромный. Я сразу предупреждал, лично я, когда вел переговоры, что, дорогие друзья, наша компания на данном этапе ничего не платит. И, собственно, что для вас удобно. И действительно, вы получаете сенсационный материал, что вы нам также ничего платить абсолютно не будете. Также вчера наш стенд посетил один из главных советников по градостроительству всей Индии, дорогие друзья. Вот я могу сказать, что не обманывают, не обманывают абсолютно мои коллеги. Уже наплыв на наш стенд происходит. Я постепенно уже буду завершать свой броудкаст, свой вебинар с прямого включения со стенда выставки. И, соответственно, вот этот главный советник по градостроительству, который посетил наш стенд, он посетил примерно минут 7, был поражен технологией, ему выдали все материалы, и он сообщил то, что, дорогие друзья, я являюсь тем ответственным лицом, который отвечает за строительство всех инфраструктурных проектов, в том числе все метро на территории Индии. Да, сейчас в Дели, допустим, в Мумбаи рынок по метро занят, именно вот эту нишу мы уже не сможем занять. Да, сейчас метро в Дели расширяется, но есть ряд и множество небольших городов относительно по сравнению с Мумбаи и Дели, где мы сможем реализовывать проекты. Но самое главное, что уже проекты по Индии начались. И я спросил у Анатолия Эдуардовича, у Виктора Бабурина, когда можно ожидать авансовые платежи, была сказана фраза, что мы близки к этому уже. И, собственно, я думаю, что я не берусь предсказывать, я не Настрадамус, я не Ванга, но в ближайшие месяцы, максимум полгода, авансовые платежи уже по этим проектам пойдут. Соответственно, мы тут подытоживаем опять же, что, дорогие друзья, обратный отчет начался, и он продолжается, и он ускоряется. Поэтому давайте информацию тем, кто еще не знает о проекте Skyway, вот именно вот эту трансляцию на фоне выставочного стенда, потому что даже вот такие топ люди, которые именно занимаются продвижением инфраструктурных проектов во всей Индии, тратят не 2-3 минуты, как на других стендах, но по 7-10 минут. Их время, поверьте мне, очень дорого. Вы, наверное, в курсе, что у нас одна из мощнейших консалтинговых аудиторских компаний проводит на сегодняшний день аудит. Это компания Pricewaterhouse, и, соответственно, вчера также подходили представители Pricewaterhouse, с ними пообщались Анатолий Эдуардович и Виктор Бабурин. Видите, вот эта вот модель, это модель, соответственно, 1 к 50, она была подарена ряду президентов, и топ-менеджеры Pricewaterhouse попросили, дорогие друзья, не могли бы вы сделать... Вот посмотрите на плыв, дорогие друзья. Эти все люди отправляются на наш стенд. То есть я думаю, что вы привыкли к тому, что на нашем стенде абсолютный аншлаг. И Pricewaterhouse попросили, сделайте, пожалуйста, нам эту модель, и все компании, которые будут приходить в наш офис, а я могу сказать, там очень серьезные посетители, они узнают о технологии Skyway, мы будем ее продвигать, мы будем ее представлять, мы будем ее презентовать. Вчера произошла встреча, вы помните, Гамал Морси, это торгово-промышленная палата, допустим, Словакии, Абдуром Рахима Наки, это федерация торгово-промышленных палат уже всех арабских стран, и, соответственно, вчера нас посетили представители, так скажем, замгенерального секретаря федерации именно всех торгово-промышленных палат вообще в Индии. И они нас пригласили на конференцию, где также будет представлен Гиперлуп, и там будут представлены больше 200 компаний, но ответ Анатолия Эдуардовича был, а зачем нам ехать на выставку? Вот мы расскажем этим компаниям, и они будут говорить, что вот сейчас необходимо провести сертификацию и так далее, то есть, соответственно, тут нужно правильно выбирать стратегию, я могу сказать, что интуитивная форма управления, визионерская форма управления, по-разному, вот Сергея Анатольевича и мы называем именно гениальную форму управления Анатолия Эдуардовича Юницкого, но ответ, то что нам на этой конференции присутствовать не нужно на данный момент, даже если там наши, так скажем, конкуренты Гиперлуп, он действительно заставляет задуматься то, что у нас уже проекты пошли в Индии. На данной стадии мы не сможем охватить сотни проектов в Индии, поэтому мы, как истинные самураи инноваций, и, так скажем, есть поговорка, пословица, вода камень точит, вот мы будем бить в одну точку, мы будем сфокусированы, и как только мы выполним эти проекты, мы приступим уже к сети адресных проектов, потому что у нас будет уже ряд высококвалифицированных инвесторов. Если говорить про самых топовых высококвалифицированных инвесторов, дорогие друзья, вчера происходила дискуссия вот на этом месте, то есть здесь общались Виктор, Игорь Шбабурин, еще стулья представляли, как обычно, наши коллеги по стендам с двумя крупнейшими индийскими фондами, то есть дискуссия, могу, происходила примерно полтора часа, ну, час с лишним, как минимум, и это огромный интерес к нашей компании, к нашей технологии, поэтому я могу сказать, что даже тот факт, что с Арабских Эмиратов также посещали наш стенд и приглашали на конференцию в Дубае по городам будущего, по именно футуристичным смарт-технологиям, это уже обыденность, дорогие друзья, это уже абсолютная реальность нашего участия на выставках, и компания крупнейшая машиностроительная, инфраструктурная, также ток-менеджеры, все тук-туки вообще, все вот эти вот мото-такси, которые ездят на территории Дали, на территории Индии, занимаются также производством этих транспортных средств, та компания, это топ-менеджеры, которые подходили к нам вчера. Ну, дорогие друзья, вот такой вот краткий взгляд, «Строй Skyway, спасай Индию», «Строй Skyway, спасай Дали», но, дорогие друзья, небольшая отметка «Стройт Skyway и спасай Индию» мы сейчас будем пока что через высокополифицированных инвесторов, то есть это группа именно профессиональных инвесторов, «Краудинвестинг» сейчас скоро будет на время закрыт до формирования максимально стабильной юридической схемы, но я могу сказать, что мои коллеги, и Арманды коллеги, и Милы коллеги, и Ольги Шантиной коллеги, и, собственно, коллеги других лидеров по Skyway Capital, они поняли ситуацию, дорогие друзья, и они обрадовались, я видел улыбку на их ртах, так как они будут работать еще более мощной юридической схеме и, соответственно, смогут привлечь больше инвестиций как в свой личный бизнес, так и, естественно, помочь нашему проекту зафинансировать как можно быстрее и как можно быстрее, закрыть эту уже историю, которой близится обратный отчет, и, дорогие друзья, я не знаю, из 10 до нуля сколько осталось времени, но что-то мне подсказывает, что постепенно и стремительно мы как минимум приближаемся к экватору, и, как говорит Анатолий Эдуардович, если до запуска Юнибайка, Юнибуса, до первого трехстороннего инвестиционного соглашения по штату Джархант, округляя ЕСы 1 миллиард долларов, не округляя 926 миллионов долларов, было сомнение, и Анатолий Эдуардович с огромным запасом это берет, сможем ли мы закрыть вход именно на финансирование головной компании в этом году, то сейчас сомнений никаких нет. Дорогие друзья, если что-то забыл, обязательно уже в отчете второго, либо объединенного второго-третьего дня обязательно скажу, ну а я побежал работать, потому что меня уже, собственно, вырывает просто из прямой трансляции, потому что наплыв в нашей выставке очень... Я вам все докажу, и сейчас я вам все покажу. Настя, сколько примерно людей сейчас прошло? Человек 50, наверное, пока я вещал, да? Если не 100. Чуть не забыл, дорогие друзья, это скоро появится во всех региональных предстоятельствах. Мы, как Skyway Capital, сделаем промоушен. Это виртуальная реальность Skyway. Skyway существует не только в реальности, но сейчас и в виртуальной реальности. Посмотрите, вот эти очки вы сможете надеть, чтобы ощутить... ...в юнибусе, в юнибайке, и чтобы побывать на экотехнопарке, если вы даже не были. Ну и на закусочку, дорогие друзья, вот она модель нашего высокоскоростного подвижного состава. Пока что модель 1 к 10. Но вы прекрасно помните, дорогие друзья, что... ...с чего начинается модель 1 к 1 юнибуса, юнибайка. Также с модели 1 к 10. И запомните мои слова, потому что по бизнес-клану у нас осенью, примерно сентябрь-октябрь 2018 года. То есть фактически перед инотрансом 2018. При достаточном финансировании, дорогие друзья, давайте, пожалуйста, постараемся, чтобы финансирование было достаточное. Будет продемонстрирована модель подвижного высокоскоростного состава SkyWay. Юни-леты наши полетят со скоростью до 500-600 км в час. Строй SkyWay, спасай планету и дай дорогу в мир Транснету. С вами Алексей Суходоев. Все пошел работать. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok